В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал тыловым и промышленным центром страны. Сюда эвакуировали 40 промышленных предприятий и военных заводов. На оборонных предприятиях круглосуточно трудились тысячи куйбышевцев. Поэтому Самара по праву претендует на почетное звание «Город трудовой доблести». Этот вопрос сейчас решается на федеральном уровне. Поддержать инициативу губернатора Дмитрия Азарова может каждый. Проголосовать можно на сайте Самары Доблесть РФ. Празднование предстоящего юбилея Победы в Великой Отечественной войне обсуждают на очередном заседании Оргкомитета Победа. Мы должны полностью быть готовы к проведению всех запланированных ранее мероприятий в означенные сроки. Мы будем четко ориентироваться на решение Российского Оргкомитета Победы под председательством президента страны Владимира Владимировича Путина. И должны быть готовы к их проведению в том формате, какой будет определенный, исходя из приоритета заботы о здоровье ветеранов. Все обязаны сделать для этого. Для того, чтобы за вот этой вот игрозой распространения инфекции мы не забывали о главных скрепах нашего общества, основе нашего государства. Губернатор поручил особое внимание обращать на инициативы, которые идут от жителей. Например, предложение активной молодежи запустить проект внутри истории теперь будет тиражироваться на территории всей страны. С помощью современных технологий человека могут перенести в виртуальный мир, где он окажется на полях сражений. Медиаресурсы запускают новые телевизионные программы. В эфире телеканала «Самара ГИС» выходят рубрики и программы «Лица Победы», неизвестные страницы истории запасной столицы, вехи Победы. «Самара – город трудовой доблести». Запланированы и массовые акции. Например, улица Куйбышева в Самаре снова на время станет пешеходной. Регион не останется в стороне от проектов «Сад памяти», «Поезд Победы», «Свеча памяти». Сейчас в регионе проживают больше 20 тысяч ветеранов. В преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне местным властям поручено дойти до каждого и помочь каждому. Особое внимание жилищному вопросу. Ветераны меня просили об этом сказать, чтобы эти мероприятия не были как бы одноразовые, которые идут сейчас в этот период подготовительный и закончатся 9 мая. Хотелось бы, чтобы забота о ветеранах продолжалась, пока они живы. В Самарской области в 2019 году из федерального бюджета было выделено 54 миллиона 700 тысяч рублей, что позволило обеспечить жильем 41 ветерана. На сегодняшний день на территории Самарской области ветераны Великой Отечественной войны на учете нуждающихся в жилье не состоят. Губернатор Дмитрий Азаров поручил мониторить ситуацию и, если необходимость возникнет, обеспечить ветеранов всем необходимым. Лариса Шлафаст, События.